здравствуйте друзья добрый вечер мы сегодня поговорим на популярную тему которая звучит так самый простой способ иммиграции в сша надо сказать что тема популярная я так посматриваю че люди рассказывают и вот каждый раз у меня когда я слушаю вспоминается мне анекдот по поводу того какие достижения там были медицинские по части вырезания гланд через задний проход и вот этому надо же как закрутили то оказалось бы гланды проще через рот вырезать но вот много сюжетов на эту тему и я начну вот с чего я скажу что каким бы легким простым я не знаю или так субъективно легким и простым не был ваш путь к получению статуса эмигрантов сша получение green card и потом гражданство и так далее каким бы легким не был этот путь и это собственно тема нашего видео как это сделать легче легко вам и просто не будет вот самые благоприятные обстоятельства которые могут только сложиться тем не менее потребует от вас колоссального напряжения сил и если все правильно вы делаете если путь правильные как бы и цели светлые может быть это будет радостный путь радостный но он не будет простым он будет трудным но я думаю что большинство людей как бы с удовольствием делали бы что-то трудное радостно да это все впереди на эту тему мы поговорим в следующий раз а сейчас давайте мы посмотрим на все таки как как проще всего попасть легально да с легальным статусом в соединенные штаты и есть разные критерии но вот например допустим человек я не знаю доктор наук завкафедрой у него публикации выступления на международных конференциях там и так далее и для него как бы настолько естественно оформить бумажки и получить green card для людей одаренных до сектора ординарными способностями что казалось бы что может быть более естественным для этого человека но ну да есть визы такие и есть такие green card и которые дают людям за какие-то ну скажем так достижения например если человек ну скажем хороший специалист своей области он приехал в соединенные штаты по визе h1b рабочая виза он работал его наниматель работодатель спонсировал его green карту проходит некоторое время и у него есть green карта но проблема и в случае с профессором и в случае вот с этим пусть будет программистом по рабочей визе состоит в том что в одном случае нужно быть профессором с публикациями и конференциями а в другом случае нужно быть программистом такого уровня которого хотят привести из-за границы платить ему там зарплату делать ему визу работе потом green card и так далее вот эти проблемы какая поэтому давайте мы посмотрим с точки зрения минимизации требований к человеку понятно что есть какие-то очень-очень небольшие группы людей которые подходят под ту или иную узенькую такую программку узенькую ну а если вот человек не подходит под узенькую программку ему как быть и тут начинается green card лотерея я даже представить себе не могу какая еще бывает программа иммиграционная где к человеку не предъявляют практически никаких требований то есть все что от него хотят это чтобы у у него был было среднее образование причем даже не у его жены вот вот он выиграл green card лотерею и у него вот здесь десятилетка но в наше время была десятилетка сейчас будет будет 11 лет все все что у него есть а жена может быть до 3 класса церковно-приходской школы пойти это это уже не про не проблема пожалуйста у него может быть при этом 5 детей 10 детей он не по одной другой программе просто не выживет там там где добытчик искать в семье должен зарабатывать а здесь пожалуйста он приехал больше того но если уже так случилось что он ну как-то вот бедствует материально он может получать все пособия которые есть может быть это не очень здорово чтобы с первого дня это делать вот ну 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 не с первого давайте он он фактически по тем бенефитом которые ему положены программам социальным которым положено абсолютно не не уступает человеку который там скажем по статусу беженцы приехал то есть полный набор всех благ пожалуйста заходи конечно нужно квалифицироваться то есть нужно быть бедным чтобы получать что-то для бедных это правда никаких вообще никаких требований следующая я бы сказал программа где никаких требований особых таких нет ни к возрасту не к образованию не к профессии не но не ни к чему до наличию денег в кармане это было бы политическое убежище но политическое убежище все-таки кое-чего да требует она требует того чтобы человека мог показать что ему опасно там находиться в стране в которой он живет что есть угроза может быть не обязательно вот есть опасность но есть угроза такой опасности и нельзя сказать что ничего не нужно вот некоторые дать пытаются ли а вот я живу там в донбассе вот прямо вот там у нас тут стреляют вокруг дадут ли мне за это политическое убежище нет вот так просто не дадут иначе то нужно было бы там всех несколько миллионов там собрать и дать им всем автоматически политическое убежище нет но все-таки его не спрашивают про образование да ему даже ему кстати даже средней школы не нужно он может прекрасно закончить там 9 классов или или даже 6 да и в итоге получить политическое убежище потому что ему опасно где-то находиться то есть даже десятилетки не нужно но кое-что нужно кое-что нужно кроме того ему нужно все-таки попасть в соединенные штаты чтобы обратиться за политическим убежищем он должен каким-то образом приехать и это очень сложно и вот из-за этого постоянно вот такие рассуждения идут а что если я приеду в мексику а в мексику то ли не надо визу то ли легко получается я не знаю там тонкостей вот а дальше там приду на границу и вот там сдамся попрошу политического убежища потому что приехать в сша он просто не может то есть есть свои там проблемы можно сказать а вот есть например виза невесты или жениха вот находишь себе жениха или невесту в соцсетях есть масса таких ну организации бизнесов которые помогают в этом и мы видим что очень много народу реально выходят замуж и женятся и приезжают но надо как минимум быть свободным или свободной надо наверное говорить по-английски хотя конечно есть наши соотечественники это мы мы видим сейчас много людей которые приезжают вообще без английского просто выходя замуж за кого-то из наших соотечественников такое тоже есть но тоже понимаете значит а возраст вот попробуй выйти замуж например когда тебе 64 или там день а даже 42 против это это же не 19 это же не даже не 26 поэтому каких-то уж совсем таких простых путей нету но в данном случае с точки зрения при квалификации с точки зрения требований к человеку проще чем лотерея гринкард и политическое убежище практически ничего нет но лотерея есть лотерея вероятность выигрыша в лотерею достаточно низкая но просто там скажем это даже не 15 не 20 процентов то и даже может быть не один поэтому есть люди которые играют уже по 10 лет причем как играют он заполняет заявку жена заполняет заявку да то есть казалось бы шансы должны были бы удвоиться они 10 лет не могут выиграть и жизнь проходит а ты все играешь в эту лотерею обращение за политическим убежищем дает человеку в руки гораздо больше свободы да то есть он он может принимать какие-то решения он не должен ждать десять лет чего то он может сказать хорошо через там три месяца мы едем он конечно должен визу получить он конечно должен какие-то деньги с собой иметь он должен там найти наверное найти адвоката который ему поможет хотя есть люди которые сами делают во всяком случае у него есть возможность проявить инициативу с другой стороны если у него там пять детей или или семь как у некоторых бывает правда и больше бывает а если не дай бог инвалид семье то вот как он так вот поедет против это это совсем не то же самое что ехать ну как бы в достаточно безопасных условиях там скажем тоже гринкарт лотереи поэтому почему вообще говорить об этом начал да вот поэтому поскольку у нас через буквально там 10 дней начинается прием заявок на участие в гринкарт лотереи ведь и 2019 сегодня 23 сентября соответственно 3 октября начнут принимать заявки и будут их принимать до 7 ноября включительно там до полудня поэтому я думаю что те люди которые так или иначе рассматривают для себя иммиграцию должны были бы сыграть в эту лотерею вы должны были бы поучаствовать испытать судьбу как бы да у них может быть там еще десять разных способов на уме они может быть еще там я не знаю кто-то думает по одаренности кто-то думает по работе кто-то думает там не знаю там замуж выйти и так далее но если мысль об иммиграции присутствует соединенные штаты то не сыграть не поучаствовать в лотереи гринкарт было бы совершенно нерационально да нелогично потому что это шанс которая вам дается вас никто не заставит этим пользоваться да вы может быть передумаете я не знаю и некоторые говорят если ты не уверен так ты не 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 играй вы знаете чего я я не согласен с этим потому что есть люди которые и думать не думали а когда выиграли зачесали репу и вперед и вот они тут и жизнерадостные и успешно и все такое я видел очень много людей которые сами не знали зачем играли об а в итоге все хорошо получилось поэтому так уж прямо осуждать тех кто играет непонятно зачем не надо значит значит есть какое-то проведение за ними которая говорит играй и вот я вам говорю поскольку проведение вам открытым текстом не скажет то открытым текстом я по поручению от имени и по поручению проведения я вам говорю значит участвуйте ребята участвуйте не не упускайте свой шанс не оставляйте на столе свои фишки знаете так что давайте я вам пожелаю успеха и что все было хорошо и мы еще вернемся к теме того что легкой эмиграции не бывает мы обязательно об этом поговорим счастливо